как это у вас там у вас обчи не вас а ладно кого я обманываю с момента выхода виде к про саню френдли тага прошло примерно три месяца и в целом я подозревал что мне придется сделать видос про алблака мотиву анатолия 52 вы бы знали старички насколько сильно меня задела строчка про анатолия так я еще никому не респектовал я если чё тоже толь да слышь то лясик те тоже братка шатаут сленобласти приятно жарим дальше много рассказать о таляне я не могу инфы как вы сами понимаете мизер знаю что сам он с сибири и питер стал только вторым его домом ну и если говорить честно то я и без знания бэкграунда таляна уверен что тип он уверенный и ровный хули еще надо то правильно попиздим малеха музле наткнулся я на его музыку в начале этого учебного года шел с сумочкой на пары и в ушах у меня заиграл трек ей и понятное дело меня сразу цепанул этот дикий adlib погнали послушаем его относительно старенькие работы мне его читка чем-то напомнила тейпа но это было давно и неправда на этих релизах уже чувствуется увесистое и мясное звучание что мы в принципе сейчас и услышим на альбоме он за ран я ща врублю вам несколько тричков которые мне понравились а потом отпущу пару комментов по поводу и без я очень обожаю отсылать мами и они все здорово и все на свободе я знал что будут читать думал об этом да ребята я angry bird как говорится я такой человек да я angry bird в этом деле и все где есть слово ей мне нравится ну а если серьезно то на релизе помимо вот этих зубодробительных треков которые заставляют меня пойти взорвать брусья есть и другие треки выбивающиеся из всего того что я вам рубил и это нелегкий намек что они хуёвые если бы так и было я бы напрямую об этом сказал например трек winter sheet дропнут еще в далеком 2021 и звучит он тоже охуенно трек транзит был выпущен больше чем полгода назад слышно что материал записан еще до придуманного я не могу не подметить один нюанс нюанс да ну пусть пусть будет нюанс талян сам по себе очень колоритный тип не путать со словом калорийный и даже сидя у джонни how ever в гостях в худоке папа он ничуть не вызвал эмоции типа это чё за тип из чего вдруг он говорит такое бля вот вообще на самом деле не негативный тип вообще всем желаю здоровья добра любви процветания но вот касаемо музла бля вот там ровесников там пацанов слушаю бля такую хуйню несут мы здесь чтобы транслировать блять нормальным людям нормальные вещи а даже наоборот я с ним не то чтобы согласен я уже почти год хожу и говорю об этом своим кентам я все прекрасно понимаю bad bars или как там это смешные уморительные джоуки шутки приколы ну наверное это забавно да но у хейт пацаны это все субъектив щена точнее сказать вкусовщина и кому-то я уверен такой люто вкатывает и разъебывает но это не про меня и хотя бы мой тез каталян подогрел эту тему да его музло не несет глубокой смысловой нагрузки но если ты сюда пришел за этим дружище иди лучше почитай книжку вместо того чтобы слушать рэп это будет в разы полезнее помимо плотного звучания из прохладных питерских колодцев в треках есть очень простой но в то же время очень понятный и близкий мотив такого реально на данный момент не хватает в индустрии лично у меня такие простые строчки вызывают только респект колблаку никто там никаких придуманных опов не убивает никто не несет какую-то лютую ересь и в конце концов никто не выпрыгивает из штанов все как-то реально по уличному что ли по простому по-домашнему чувствуется что таляс не пытается прыгнуть выше головы и запрыгнуть на этот рэп паровоз параллельно строя из себя какого-то риэл тага он считает о вполне реальных вещах я не могу конечно за это ручаться потому что я с ним лично не знаком но у меня прокачано наитие на соточку поэтому я верю всем талянам а еще лично мне кайфово наблюдать за таким персонажем 100 килограмм взрывного флоу который помимо вот этого взрывного флоу несет свою достаточно приземленную но философию все это похоже на олдскульный рэпчик завернутый в новое звучание а все что связано со словосочетанием олдскульный мне вкатывает в дополнение к охуенному музлу идет не менее качественный визуал виде клипов круто ли это смотрится да круто все ли просто и понятно да все крайне просто и понятно как по мне это и есть true старичок просто снимает своих кентов которые по-любому вместе с ним и двигаются и это получается круто просто уже есть примеры немного неудачных клипов где тот же олег кизару позвал бродяг сняться в клипе но выглядело это как по мне не особо трушно хотя наверняка и не мне судить что есть true а что нетру но все же мне пихуй как я уже и сказал все сделано просто качественно со стильком и что самое главное я этому верю и кстати талян также как его кент саня френдли так не форсит всю эту тему с черными движениями за такие мувы двойной респект питерский саунд реально продвигает здравые мысли и это радует так а вот это кадры которые не вошли в клип а кстати подпишись на мою группу вконтакте там ты найдешь кайфовые пикчи с треками анонсы новых видосов и просто приятную атмосферу ссылочка в описании хотелось бы сказать пару слов о движнике 52 ngg как сказал сам алблак у джоника прикол в том что прикола нет потом он упомянул что цифра 5 это как бы отсылка к дому в питере который часто называют дом 5 углов но сказал он это просто между прочим вероятнее всего цифра 5 в тайги у питерской тусовки не связано с этим домом но идея в целом интересная я наверное хотел в целом поговорить об этом питерском движнике меня подкупает что эти парни делают что-то новое и двигаются вместе например в клипе алблака который ему помогали снимать ребята с fast food music мы можем увидеть почти весь сквад 50 вторых водка говорится они слева направо да вот смотри все вот они слева направо братья 52 что саня френдли так пушит своих пацанов что талян алблак не оставляет их без упоминания в этом и чувствуется близость пацанов как бы странно это не звучало парни с питера несут свою собственную мыслю и видение музыки в массы не стесняясь и не пытаясь подстроиться под модные и временами не совсем понятные мувы я и вправду давно не видел чтобы пац и так тесно двигались на серьезе без всяких бэт барсов или рофлотреков чтобы привлечь лишний раз внимание в общем шатаут старичкам с питера я уверен что ребята еще взорвут тому пример саня френдли так в заключении хочу сказать что у алблака уже есть фит с буши дожо и готовится совместная работа с 7 это уже говорит о том что питерский звучок потихоньку начинает распространяться пойду-ка я разъебусь под плотный трючок талясика и еще раз личный респект оранге спасибо за внимание еще услышимся